так еще один момент очень момент серьезный я считаю очень серьезный серьезный почему потому что как бы он наверное и создает многие барьеры потом будущем профессиональном росте в развитии это конечно же воровство не воруйте и не участвуйте в воровстве потому что ну почему я говорю не участвуйте потому что иногда в ростом занимаются ну люди которые может быть выше повар папа по рангу не участвуйте если у вас есть возможность пресечь пресекаете почему потому что это не принесет вам удачи вам больше нужно заниматься собой профессиональным профессиональным обогащением себя да то есть учиться чему-то быть как вам объяснить вам нужно заниматься именно вкладываемся вкладыванием себя чтобы вы были супер специалистом чтобы вы могли работать на любовь любом предприятии это возможно это возможно чтобы вы были свободны от вот этих всяких мелочей связанных опять же конечно же конечно деньги важны но не опускайтесь до такого уровня это не принесет вам удачи потому что вы будете всегда думать об этом а это будет вам мешать мешать развиваться это очень важно так и даже вот когда у вас механизаторы что-то просят иногда бывает вы должны понимать что все что покупается фирме что все что производится все остается в производстве вкладывается в производстве опять же не обращайте внимание на откат если вы участвуете примеру в покупке препаратов средств защиты растений у меня были такие случаи но любая скидка пускай она будет идет идти плюсом в производство это это будет делать вас сильнее когда вы будете эту разницу забирать себе пытайтесь зарабатывать деньги на на именно своей работе на том что вы умеете делать они на каких-то возможностях которые не связаны не связаны с вашим с вас свяжем с вашей профессиональной именно деятельностью напрямую поэтому это тоже вот откатная система она очень сильно портит людей которые в этом направлении работы это по этого повально это этого очень много этому очень много в холдингах даже небольших хозяйств это тоже кстати это связано я я это приравниваю к воровству а что касается даже даже если у вас кто-то просит какой-то препарат допустим какой-то начальник вашего уровня или может быть выше вы можете его даже пристыдить сказать о том что покупайте в магазине вот к примеру я многие говорят о том что препараты из магазина плохо работают я вам хочу сказать что все они работают я пробовал торнадо и пробовал ну не торнадо там получается на тайфун называется опробовал гербициды некоторые которые примеру лазурит пробовал такие препараты как актора вы знаете у меня все работает не знаю почему то говорят что не работает в магазине препараты все работают практически поэтому в этом случае проще купить в магазине проще это не значит что я никогда не брал брал поэтому я так и говорю что но я сейчас дошел до такого уровня что я не позволяю себе этого делать это уже принцип поэтому пользуйтесь вот этими принципами они вам будет помогать они не будут вас так еще один момент агроном это не просто специалист чаще всего это управление это логист производства и здесь есть такой момент что когда человек приходит с института он думает что думает что он будет сейчас пока покажет на какую глубину сеять на какую глубину культивировать пахать и все и он не будет участвовать как бы в каких-то других процессах вам придется изучить технику вам придется изучить людей на этой технике он придется изучить трактора потому что именно логистика производства вам позволяет то есть вообще вот этот анализ позволяет вам выстраивать логистику производства потому что один трактор мощнее другой слабее когда вы увидите эту эффективность примеру когда трактор тянет селку и с какой по какая производительность с одним трактором с другим вы уже можете делать какую-то дракировку вы уже можете выбирать технику вы уже можете логически мыслить вы уже можете выстраивать именно логистику производства потому что она будет у вас эффективны какие-то технологии операций именно какие-то примеру операции убирать из технологий потому что они будут нецелесообразными они будут ненужными то есть присматривайтесь потому что изучайте каждый там культиватор плуг опять же все модели вроде бы все плуги даже похожи друг на друга пашут все по-разному то есть это будет вам позволять даже и расход топлива у всех плугов пара разный и качество разное это будет вам позволять выбирать какие-то более экономические выгодные ну как бы сказать схемы который будет позволять вам не только экономить но и получать более высокие высокий высокие урожаи результаты обращайте на это внимание изучайте селки изучайте трактора изучайте это же не только в сне это не только внутри своего хозяйства ну и за пределами потому что какие-то такие же агрегаты вы можете в итоге потом приобрести в свое хозяйство не будет вам облегчать жизнь это тоже такой момент это тоже связано больше больше в основном это обучение это обучение взаимодействие управление и будьте проще будьте проще еще один момент такой хороший момент по одежде одевайтесь просто не девайте туфли белые рубашки то есть понятно что агроном больше управляет но чтобы у вас бы была такая более свободная одежда если на улице холодно чтобы вам было проще быть на улице допустим чтобы эта одежда была теплая потому что я сталкивался с этим я сам помню один из джинс и потом бежишь машину мерзнешь и не можешь даже на улице постоять несколько минут такие моменты бывают поэтому чтобы у вас была теплая одежда чтобы вы могли легко находиться на улице и час и два и три подумайте об этом потому что вы работаете с людьми вы вам придется ходить по полю где где будут сильные будет будет ветер холодный ветер поэтому здесь обращайте попроще одежда в то же время чтобы она была удобно тоже вопрос одежды он должен быть важным для вас очень важно так еще момент какой момент ну наверное пока все потому что ожидание ожидания чаще всего у нас всегда есть хорошее ожидание в плане того что у нас сразу все начнет получаться не ожидайте что все будет получаться что вы сразу станете опытным даже вот после того как я проработал 10 лет я все больше больше признаю признаю то что я очень мало знаю и очень как бы мне еще предстоит много узнать поэтому процесс обучения не будут у вас и не все не все не сразу вы станете опытным вы какие-то моменты уже будете видеть но чем больше вы будете погружаться тем будет больше легче вам и не надо останавливаться на каких-то достигнутых результатах на каком-то достигнутом опыте потому что многие получив хороший урожай в пятнадцатом году ну допустим да помня технологическую там схему они от нее не отходят они до конца там будут жизни уже по ней работать нет пробуйте меняйте пробуйте не обязательно это все делать официально вы можете пробовать это все сами где-нибудь на небольшом участке сделать проход какой-нибудь где-то посеять погуще где-то по посеять поменьше где-то бросить удобрений побольше где-то посеять поглубже где-то посеять поменьше то есть вот эти вот моменты где-то попробовать без культивации то есть это будет вам давать возможность понимать и анализировать и давать вам к примеру за один год больше опыта больше опыта, вы уже будете